Всем привет дорогие друзья меня зовут Николай вы на канале пресс-тарт продолжаем играть в игру под названием вампир так прошлое наше сохранение до продолжим продолжим вечная жажда насколько мне помнится надо было там найти какого-то моряка на пирсе вот сейчас пойдем посмотрим если вы быстро хотите набрать силу пейте кровь жителей лондона вы можете улучшать оружие на рабочих столах расположенных во всех убежищах да мы уже открыли одно убежище так что посмотрим посмотрим что же нас ждет дальше захватит ли наш интерес этот сюжет не захватит значит не захватит если захватит да будем дальше продолжать посмотрим как будет до загрузки действительно долгие но мне кажется она почему-то очень плохо оптимизирована на playstation просадки есть хотя графики как таковой там особо сильно то и нет графика слабовата на мой взгляд но нет понятное дело что играем мы не в графику играем сюжеты геймплей но все же все же хочется видеть хоть немножко красот либо может это то что 30 fps как говорят кадры а это лампочка я думал что уже глючит как-то так но пойдем посмотрим пустынные улицы лондона 19 века доберусь до правду знаешь что сделали со мной с этим городом требуется добровольцы на оружейный взгляд 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 на оборужение завод жалование достойное давайте к конвейеру помогите солдатам на передовой вот и он сейчас везде жалование достойное конечно так а туча у нас мигает интересно есть вопрос записывайся в королевский флот приходи в ближайший вербовочный пункт так но пока мы не собираемся никуда записываться нам нужно только одно такие перемещения мне почему-то напоминают сразу легаси of каин помнится была очень старенькая такая игрушечка так а тут стоит да это понял а он вон он стоит он далеко еще так и здесь кто-то стоит охотник охотник а охотник почему он не умеет красться вот не пойму 1 почему он не умеет краса так он тут один да насколько мне кажется скрытная атака вне боя беззвучно за врагом то есть он вообще не слышит нас оглушение попьем немножко крошки и зарубим матчета тесно кроме матчета тут еще чуть можно вот будет нам так патроны оружие дальнего боя квадрат 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 да оружие дальнего боя это как так холодно так как ничего здесь нет давайте вернемся к костру так не то так вот то да это все пирс это так левая рука сыворотки левая рука у нас это мы поменяем на пистолет а я ей полива на ну то бишь никто как бы не услышал что шмальнули с пистолета нет но это это нормально так заткнись билли а то есть прицеливание тут как таковой я не пойму есть она нет так картечи шиллинги так что у нас тут свинцовая пластина так и куда мы ее засунем видите после кровавому следу убийца так ну вроде тут еще есть кровавый след у них у всех есть уровне так нам значит получается сюда да можно будет так сразу это ногт дверь заперта ха прекрасно да немножко глуповато без умения прыгать эта игра выглядит как бы ну перемещается он-то перемещается а досье врага нажмите л-3 чтобы найти поблизости врагов и увидеть их досье ага некоторые враги устойчивы к определенным видам урона они помечены соответствует четырьмя видами урона физический бой и дальний бой магическая кровь и тень оранжевый означает среднюю устойчивость красный означает высокую устойчивость то есть дальний бой он высокая устойчивость у него вот она вопрос тупо сзади тогда подойдем да и все а не получилось да а нет но я так понимаю уровень сложности отличается лишь тем что чуть подольше бы пришлось бы их подрезать вот этим вот мачетой хотя да но без прицеливания надо будет попробовать кстати да надо попробовать шмальнуть по нему из пистолета может быть все таки как бы есть вообще какой-то смысл брать этот пистолет а ну да вот и иди сюда а вот он то бишь сам сам нацеливается сам может стрелять прекрасно а мне можно что-нибудь сделать вообще в этой игре так а он за спиной ребятки дышащики ну что будет еще так а а а прикольно прикольно так 4 патрона так и чего дальше веков о как и все а тут то кровавого следа то и нет кровавый след то исчез тут его нету а вон он он почему нельзя вот так подлететь к нему иззади раз и выйдет спануть если он услышал вообще нет он услышал то есть все таки да нужно стараться тихо к нему подойти если хочешь его сзади немножко куснуть так а это что у нас а ну старая лупара но это уже посерьезнее и поинтереснее лупара мы помним помним привет из мафии так левая рука так изменим возьмем даму пару так вот как и У-у-у, да уж, ребяточки. Вроде-то... Крысы часто водятся рядом с убежищами, чтобы быстрее их найти и задействовать их чутьё. А, вот и убежище. Ну. Ай. Жраним крыску. Что за ужас? Ну, извини, братиш, нечаянно нажал. Так, ну, откроем, да. А заходить не будем. В смысле, я не вижу сейчас заходить. Я только не пойму. А, ну вот, все, да, а то... Куда его там тащили? Ну, походу, его все, походу, его уже брякнули. А мне кажется, он уже все. Он не жилец. Столько крови, он уже вышло, что мне кажется, тут троих надо было тащить, чтобы... Свежая кровь и пахнет вообще, запах такой сильный, что кружится голова. Свинцовый пруд. А он-то в нем остался торчать. Странно. Ну, ладно, пойдемте. Неизвестно качество крови. А он, это какой-то такой интересный персонаж. Может быть, это, скорее всего, как бы как житель. О-о-о! Старая коса. Двуручное оружие. Прекрасно. А, вот это можно попробовать. Что же мне тут на всю жму? Это можно. Так, в старой мачете 45 урона. Это 99 урон. Красота. Красотичка только. Но медленно, медленно, да. Ну, что ж поделать. Идти по кровавому следу. Так, отсюда за версту несет бойни. А, ну, то бишь, тут надо именно вот этот вот, чувак. О, ты тут, слушай. Ничего себе. Ах ты. Это что? Ого! Да, я что-то... А, я не обед не тукну... Еще как-то... Это Уильям Бишоп. Ну, если это, конечно... Да, я так понимаю, это первый босс. И... Боевка пытается... Старая палеца. Круто. Боевка очень сильно пытается быть похожей на Dark Souls. Уильям был достойным человеком, и я мог его спасти. Боевка пытается показаться Dark Souls, но это не так. Как-то все это не так выглядит, да? Dark Souls выглядит более... Гармонично и динамично. Он сзади, он сзади, он сзади, чувак, он сзади. А, ух ты. Это кто такой? Такая. Некоторые стали так же живучи, как и мы. Кто вы, что значит, Скалли? Вы, в самом деле, новообращенная. Легко было догадаться. А, это вампиры. Постойте, вот эта женщина из Паба. Вы такая же, как я. Вы можете мне помочь? Кажется, я все, что могла, уже сделала. О, не, ну, прикольно, да. Раз, и она так, и улетела. Так, а его нам куда тащить? Клянусь, Светом Георгием, вы раскрыли тайну этих жутких убийств. А, а вот и доктор. Какая у него модная латчонка. Дайте мне минутку, и я помогу вам. Сейчас я пришвартусь, и мы все, наконец, покинем это ужасное место. А лодка-то у него модненькая. Интересная, на форовых двигателях. Красотища. Он должен был надиться. Этот человек нуждается в медицинской помощи. Я отвезу его в ближайшую... Нет, я должен вернуться к пастве. Я нужен ей. Это проповедник сразу. Да и я здесь доктору Свонсе. Он наверняка сообразит, как вам помочь. Советую присоединиться. Скоро заряд солнце. Вам нужно будет где-то отдохнуть. Одну минуту. Если я узнаю, что происходило с Кулем, то смогу лучше это понять. Что приключилось со мной? А, он хочет понять, что приключилось с ним. Ну, что ты? Ну, стал ты вампиром, друг. А призец крови Уильяма Бишопа. Подняться на борт корабля. Так, подожди, а может, что-нибудь еще интересненькое тут есть? Ну, это какой-то прям, какой-то этот натуре. Это упырь на сферату, что ли? На кого он там похож? И чурага, что ли? Да и какой-то непонятный он. Так. Свинцовый прыт, алюминиевый осколок. Свинцовое грузило. О, шиллинги, шиллинги. Хорошо. Мне интересно, а вот, ну, да, бочки, а... Ага, ни в чем в них, я так понял, не бывает. Слушай, я еще ни разу не заметил, чтобы в бочках было что-то интересное. Хотя бы что-то лежало. Так, а что он, интересно, прыгнет в воду? Нет. Так, да, поднимаемся на борт. Когда мы уже выдвигаемся на рассвете, пресс получен. Ачивочка. Когда уже его переоденут, ему не надоело вот всей этой рванине ходить с циопятнойной кровью. Так. Ну, сами мы не управляем. Как, в принципе, и главой персонажа. Мы тоже не управляем. Красивый этот год. Куда мы направляемся? В Пембургскую больницу. Она на другом берегу канала. Там найдется бойка для бедного. Мистера Хэмптона. Это Уильям. Кем он в итоге стал? Охотником, добычей, злодеем, жертвы. Кто знает, главное, что мы его остановили. Да это не так сложно было, там чушесть ударов-то. А женщина, она кто? Не держите меня за дурака, вам обеим было нужно, чтобы я нашел эту скаля. Вы должны знать, что она. А я-то считал вас джентльменов, не стоит обсуждать леди за ее спиной. Тем более, что она предпочитает действительно быть инкогнито. Инкогнито. А если бы Лондон был таким же спокойным, каким кажется отсюда, увы. Это лишь туманный морок. Если честно, я всегда обходила троем стороной. Пембургская больница – последняя преграда на пути инфлюенции. Эпидемия уже опустошила. Из Энд и конца ей не видно. Мы сражаемся с болезнью на передовой. Можно как-нибудь это пропустить? Я, ладно, не буду. Я главный врач Пембургской больницы. Я думал, у вас прислазы-то таинственный орден в братство. Епитрахи и Святого Павла. Да, но прежде я человек науки. Такой же, как вы, доктор Рид. Откуда вам известно, кто я? Не скрывал вам ничего. Все знают доктора Джонатона Рида, если не ошибаюсь. Вы довольно авторитетный хирург. Так меня зовутся. Разумеется. У меня были сомнения. Но они развились, когда вы стали у бедняги. Ну и что дальше? Что у бедняги? У Уильяма кровь на пробу. Сам доктор Рид. Чудесно. И этот доктор Рид еще и вампир. Мы встречались? До войны я посетил три ваших семинара. Я восхищен вашими исследованиями. Блин, как долго эти заставки идут. Какой поворот судьбы? Самый известный английский гематолог возвращается в Лондон Став вампиром. Снова это слово. А вы заверите о ученом? Понимаю вас. Обычно наука разоблачает мифы, на что делитесь, а на они входят в нашу жизнь. Краска этого Павла посвятила себя их изучению. Вам столько предстоит узнать. В этом вы правы. Да, предстоит узнать, что за графоний на лице у того типа, который лежит. Это просто какой-то ужас. Такие врачи, как вы, нужны нам в Пембургской больнице. Да хорош, а погнали уже. Ну, чего мы стоим-то? Вы получите работу, сможете спокойно обдумать свое положение. Не знаю, что сказать. Я хотел вернуться домой. К больной матери, но это было до того, как я подходит к этой заразе. Да хорош, ну, может, можно, как-то нет. Подумайте над моим предложением. Я поставлю вас в ночную смену. И вы получите хороший предлог не появляться днем. У вас будет приличное жалование. Все, по рукам, погнали. Место, где можно спрятаться. По рукам. Я даже захватил с собой чистую одежду. Что скажете? Он шарит уже за эту тему. Что скажете? Да-да-да-да, по рукам, погнали. Я благодарностью принимаю ваше предложение. Ну, а что-то давай пендривался это до этого. Спасибо за начало нашей прекрасной дружбы. Да, погнали, дружба-дружба. И куда-то пополз. Может, наконец-то нам дадут нормальный вампирский прикид. Такое пальтишко какое-нибудь прикольное. Что он, интересно, бриться-то не хочет? Или он так и останется хипстотой? В общем, можно его как-нибудь тут побрить? Пембрук Хоспитон. Так, ну, синематики, конечно, это хорошо, но мне хочется хоть немножечко экшена, чтобы здесь было. Доктор Суанси, слава богу, я уже начала беспокоиться. Успокойтесь, сестра Крейна. У меня хорошие новости. Доктор, ночь началась ужасно, мы потеряли еще двух пациентов. Сестра Скоу сказала, что с нее хватит и уволилась. Новая графика. Тыщите пока хорошую постель для мистера... Хамптона, дайте ему все необходимое. Конечно, доктор. О, и Дороти? Да, доктор? Вот еще, да, доктор. Это доктор Рид, он только что с фронта, он служил королю и империи. Графоний прям, прям вообще, я не знаю. Одаренного хирурга, тем более настолько опытного. В переливании крови, верно? Хорошие новости, доктор. Новость хорошая и новость плохая, что графина тут как бы и нет уже. Ну и блики, конечно, да, действительно ужасные. Проще перечислить, что у нас этот корабль еще не пошел к одной лишь благодаря таким, как сестра Крейна. Будут вопросы, обратитесь к ней. Учту, спасибо, Эзгар. Твоя помощь нужна, доктор Суанзи, сразу же. Мне очень нужна ваша помощь. Добро пожаловать в наши виды, Джонтон. Иду, сестра Крейна, иду. Да, он прям не хотел выпускать из рук. Не, ну, пальтишко зачетное. Да, видосик зачетный, но только вот красные круги под глазами, прям вот войти в Пенбургскую больницу. Красные круги под глазами как бы немножко намекают на то, что он немножко не то, что думают о нем другие. Тут можно много об этом говорить. Так, ну туда нам, я так понимаю, не пройти. Ладно, погнали, погуляем немножечко. Теперь твоя лащитя. Так, так, я так понял. Я отклоняюсь от курса. Так, или это нет, или это да. Так, может, так и должно быть? Может, это жажда? Это ли жажда этой реке осуши ее? Да, походу, это жажда. А, ну, то бишь, его ткнули, походи, чё торопишься, я не кусаюсь. Хе, зато я кусаюсь. Сэр, пожалуйста. Вы потеряли слишком много крови. Кройте себя. Думаешь, я не заметил? Хорош пяльц, тащи меня в больницу, скотина. О, это ты прям вот зря. А это ты прям зря. Поверж, ливей, будь. Добрый, прохожий, не самый верный способ просить о помощи. Ладно, ладно, извиняйте, сами видите, мне больно, у меня кишки наружу. Где? Где я не вижу кишки? Там даже крови у тебя нет, а вы стоите языком чешите. Вообще, ручма неприятная рана, сомнений здесь никаких. Я работаю врачом, меня зовут Джонатан Рид. Я Клей Кокса. Теперь помогите ко мне перебраться в место получше, доктор. Идите за мной, мистер Кокс, вам и правда не стоит здесь находиться. Неплохой такой помощник. Качество крови. Здоровое. Указывает на то, сколько единиц опыта вы получите, убив этого горожанина. Чем выше качество крови, тем больше опыта вы получите. Загипнотизировать. Нажмите Л-1, чтобы загипнотизировать Клея. Опа, гипноз. Так. Тени, идите по красному плею, чтобы завести жертву во тьму. Ну, да, в принципе, довольно-таки интересно. Такие механики. Нажмите ИК, чтобы объять Клея, или отпустите его. Объяв его, вы получите много единиц опыта. Но помните, что придет к определенным последствиям. Чем больше вы узнаете о горожанах, чем больше собираете связанных с ним последствиям, больше полученный опыт. Да, давай, конечно, но жажда-то... Имидж не что. Жажда, все, не дай себе засохнуть. Будь вампиром. Да. А, я так понял. Невозможно устоять, пресс получен. Только гниты нападают. Честно, на бою я б тебя прикончил. Топорик Клея. Ого. Чтоб ты лопнул, я убью тебя. Так, а что? Подождите. Ну, все, да. Походу, я его выпил всего. Оп. Крошная часть обычной рукояти. Опять, что ли? Вкушать жизнь, познавать ее самые сокровенные тайны. О это бремя, о священный грех. И зачем вот это сейчас было? Непонятно. Так, мы хоть рот-то вытерли, вытерли. Так, а что? А, ну тут поговорить. О, опять катсцена. Доктор, где вы были? Мне некогда играть в прятки с новым персоналом. Каким был талантом, он не обладал. Прошу прощения, сестра. Мне нужно было побыть одному. Это самое долгое, самое странное. Вы спасли бедного мистера Хэмптона от ужасной судьбы. А уж каким образом? Благодарю вас, сестра. Да, так, что случилось? Я подготовил для вас кабинет по поручению доктора Сонси на втором этаже. Молодец, спасибо. На двери табличка с вашим именем. Благодарю вас, вы сестра Крейн, верно? Дороти Крейн, добро пожаловать в Пембургскую больницу. Так, ну, прощаемся с этой Дороти Крейн. Пойдемте посмотрим. Наш апартамент на втором этаже. Так, что-то тут блеснуло. Этот город нуждается в тебе. Человек, во время получивший медицинскую помощь, этот удар в самое сердце эпидемии, скорее всего. Требуются волонтеры. Да, я уже здесь. Я уже волонтер. Идеальное место для исследований. Так, ну что ж, пойдемте, пойдемте. Интересно там... А, вот теперь в таком графине надо найти, короче, табличку с своим именем. Табличка доктора Суонси. Все понятно. А, интересно у него фамилия. Суон и Сия. Лебединое озеро? Скорее всего, да, можно и так это перевести. Как доктор Лебединое озеро. Ух, какая старая пила. Какая красота. А, ну, понятно. Доктор Рид, это мое, да. Это мое место. Мое пристанище. Открытое убежище. Ну, хоть одно не вонючее, грязное, без трупов и кровища убежища. Отныне это моя обитель. Хотя бы в гробу спать не придется. Ну, да, тоже верно. Так, давайте-ка ее обыщем. Немножечко сохранимся. И, я думаю, на сегодня закончим. Будем так, если все пойдет. Потихонечку, потихонечку. Статья о законах. А, Экона. Что такие Экона? Будем потихонечку. Нет, нет, дай, дай ее проходить. Быть может, действительно, все-таки она затянет. Потому что мы отыграли от силы около полчаса, минут сорок. Может, даже и поменьше. Конечно, да. Скажу я так. Шестьдесят пять, семьдесят два, шестьдесят пять. А, это все для права. Это двуручное оружие. Так, можно переработать. Нам перерабатывать нечего. Я еще не знаю выносливость. Двадцать пять, двадцать, пятнадцать. Скорость атаки. Что из этого лучше? Так, лечение. Ага, образец крови Уильяма Бишопа. Исследовать. О, как. У вас достаточно материалов для улучшения оружия. Ну и, ну и че, и че вот его улучшать-то мне. А нельзя здесь, кстати, попробовать... А, давайте, да, попробуем. У меня почему-то возникла идея. А, нельзя ли правая и левая рука? Так, а да, вот так вот. Два одновременно нельзя, да? Потому что очень бы мне хотелось... Да, оружие для левой руки, оружие для правой руки. К сожалению, нельзя. А че б так? С двумя пилами такими ходи, да и все. Так, нет расследований. Так, тут какая-то штука. А, ну, пополнить все я не знаю, пока у нас, в принципе-то, пополнять нечего. Так, ну, давайте-ка потратим немножечко опыта. Организм, кровь, запас крови, дикая жажда, укус. Быстрое восстановление, увеличить количество единиц здоровья, исполняемых при укусе в бою. Сверхъестественная ярость. Нет. А че надо, чтобы я-то открыть? Стоимость нет, дистанция коротко длинная, уровень... Уровень 10 необходим, ладно, кровавый барьер, свертывание. Вы останавливаете кровь в венах цели, делая ее беззащитной. Вампир останавливает циркуляцию крови жету, делая ее беззащитной. Легче убить то, что не движется. А, ну, короче, это аналог шока во всех играх. Ошламление. Вы создаете невидимый барьер, который поглощает урон. Ай, у нас легкая степень. Легкий уровень сложности. Какие барьеры? Аутофагия, укус. Стойкость, 15 выносливости. Ну, сколько? 300, да. Ну, давайте, да, повысим немножко выносливость. А, че она дает? Я, конечно, ума не... А, теневая завеса. Пикирование. Вы совершаете сверхъестественный прыжок цели на... Ооо, вот это нормальная тема. Вот это мне нравится. Прям... Пикирование. То есть прыгать к цели. Вот что я хотел. Вот это, да, я действительно хотел. Так, переключите варсходы, дайте выносливость, чтобы раствориться в отме, стать невидимым для большинства врагов. Если вы двигаетесь, вы выйдете из тени, нанесете удары, уклонитесь или... Ага, ладно, ерунда. Давайте-ка, наверное, еще быстрое восстановление в бою, укус. Да, возьмем. А уж кусать это весело. Кусать это задорно тут. Так, нажмем окай. Окай, да. Окай. Следующей ночью. Уровень. Важные события в районе. Каждую ночь вы своими действиями улучшаете или ухудшаете состояние. А, вот даже так. Состояние также может ухудшаться из-за распространения болезни. Ага. Судьбу районов решите вы. Так, ну, да. Он крякнул. Клей кокс. Вы получили 500 и нец опта. Да, было дело. А, ага. Ничем не болеть. 2000 опта за нее. То есть ее, по идее, можно тоже, да, скушать. Так. 2700. Том Уоттс. Неплохо. Надо попробовать. Может быть. Уровень гипноза 1. Так. А тут. Неизвестный район. Пембургская больница. Порт. И, опять, меню горожан. Неизвестный район. Хотя это та же Пембургская больница. Так. Глава 2. Белый халат. Так. Ну, на этой маленькой ноте. С белым халатом и красными глазами мы закончим. Так. Пока идет сохранение. Состояние района здоровое. Хорошо. Вот. Так что на этом немножечко закончим. Посмотрим, как дело пойдет. Подписывайтесь, друзья. Ставьте лайки. Комментируйте. До новых встреч. Всего доброго на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok